И Андрей Макаревич уже в нашем эфире. Андрей, с радостью вас приветствуем. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Привет, привет. Ну, Андрей, вот получается, теперь уже и ваша семья поддержала Украину. Ваша жена и ваш маленький сын в желто-синей одежде пожелали нам всем победы. Спасибо вам за эту важную поддержку. Ну, сына рано еще подозревать. Затем не менее. Ну, простите, она уроженка города Киева. Да, мы знаем. Все прошло там, поэтому как бы тут даже говорить нечего. Да. Ну, действительно, получается, когда нет политиков в России, которые бы могли открыто осудить эту страшную войну и Путина, нет, потому что кто-то за решеткой, кто-то уехал, кто-то осуждает, но его не показывают по телевидению. Так вот, в этой ситуации очень важна для людей поддержка тех, кого народ по-настоящему любит. Алла Борисовна с Максимом Галкиным, вы, Андрей, со своей семьей. Но все равно нет такого единства среди всех артистов. Вы еще пять лет назад в статье «Новой газете» говорили, что при помощи власти в России установился раскол после событий 2014 года в Украине, имеется в виду оккупация Крыма и Донбасса. Почему? Как вы считаете, за это продолжительное время многие так и не постарались узнать, что же на самом деле происходит? Что на самом деле делает Путин и куда втягивает Россию? Ведь если бы люди, артисты уже тогда задумались, то сейчас, возможно, не было бы этого раскола в российском обществе, и этой войны не было. Я не могу говорить от лица всех артистов. Я думаю, что многие как раз постарались узнать, что происходит на самом деле. Многие нет. Влезть к ним в голову я не в состоянии. Я понимаю, что их очень хорошо обрабатывали на протяжении последних лет, каждый день. Они оказались плохо устойчивы к этому роду обработки. Вот и все. Ну и тем не менее, вы посредством своих песен, своих текстов, своего творчества, вы в хорошем смысле влезли в голову очень многим, миллионам людей в России. Мы говорим сейчас о России. Как сейчас вот на фоне оглашения Путиным частичной мобилизации, вот этой горячки с проведением псевдореферендумов, которые начались сегодня, которые никто в мире не собирается признавать. Как вы оцениваете настроение простых россиян? Насколько люди могут быть обозленными на Путина? Ведь он их просто обманул. Обманул с трехдневной спецоперацией. Сейчас это уже война, в буквальном смысле слова. Для России, для Украины давно война, с 24 числа. Обманул с целями, обманывает с реальными жертвами, обманывает с раздутой мощью своей армии, которая бежит и отступает. Никто воевать не хочет, потому что реально не понимает за что. Но их теперь всех бросает на фронт, мобилизация. Так вот люди сейчас готовы сказать Путину нет? Как вы думаете? Мне, находясь в Израиле, довольно трудно характеризовать общественное настроение. Изнутри виднее. Я только ловлю себя на том, что у меня нет никакого желания никого вообще в чем-то убеждать. Их же не из детского сада призывают. Если до сих пор, несмотря ни на что, кто-то уверен, что он поедет туда освобождать русское население от загадочных фашистов, ну, пускай съездят, посмотрят, какие это фашисты. Я только предвижу, что в ближайшее время нас ждет массовая гибель неподготовленных и нежелающих воевать людей. Вот от этого мне, конечно, не весело совсем. Да, ну, допустим, можно врать о якобы воюющем НАТО против России. Можно врать об обещанных выплатах российским солдатам, ничего им не платить. Но когда ушедший на фронт российский солдат не возвращается, погибает, и родным ничего толком не объясняет, как с экипажем утонувшего крейсера Москва, как с тысячами других российских солдат, погибших на войне. Их уже 55 с половиной тысяч, погибло на сегодняшний день. Не 6 тысяч, как врет Шойгу. Неужели смерть близкого человека, ушедшего на какую-то непонятную войну, не может побудить россиян взбунтоваться? Вы не тому человеку задаете сейчас вопрос. Я какие-то свои решения принял, и я могу отвечать только за себя. Ну, стоит признать, что был период, когда вы в том числе и к Путину, и к тому же Медведеву относились, скажем, нормально, или может быть с какой-то надеждой, как и сотни других людей, тысячи, миллионы, может быть. Но потом пришел какой-то период, когда вы стали разочаровываться, откровенно разочаровываться. Это было видно в ваших песнях и в вашем творчестве тоже проявлялось. Что тогда произошло? Как вы считаете, что пошло не так? Что вот эти вот все надежды и иллюзии, все это разрушено. Я просто увидел, что действия нашей власти российской и мои представления о добре и зле начинают разъезжаться в разные стороны. То, что я мог сделать, чтобы это как-то остановить, я делал и продолжаю делать. Да, и вы тогда, даже когда было это некое разочарование, вы не опустили руки, вы надеялись, наверное, что-то изменить, вы надеялись быть услышанным. Вы писали письма Путину, говорили и о коррупции, и о вымогательстве, и об откатах. Вы прилагали усилия и остались неуслышанными. Во-первых, мне кажется, что даже малейшее телодвижение, оно все равно что-то меняет в нашей реальности. Во-вторых, я, наверное, плохо исправимый оптимист, потому что даже сегодня, я каждое утро жду, что эта бодяга закончится. Она ведь закончится все равно, неизбежно, она не может быть вечной. Просто хочется, чтобы это произошло завтра. А откуда вот эта ненависть Путина к Украине? За что он так... Спросите, послушайте, может, его кто-то в детстве обидел, я не знаю, с Украины. Ну, клянусь, вот я себе не задаю этот вопрос. Это что-то меняет? По-моему, нет. Вы сейчас пишете? Ну да, да, примерно с той же чистотой, как и раньше. Я не могу сказать, что я каждый день что-то пишу. Но я себя никогда не насиловал и не заставлял это делать. Песни или приходят, или не приходят. Можно вас поздравить, кстати, совсем недавно стали иноагентом. Спасибо. Большой радости это не доставляет, честно скажу. Да, мы вчера на эту тему говорили и с Виктором Шендеровичем, и ранее с Татьяной Лазеровой. Так вот, они говорили, что вот этот статус иноагента – это как некое призвание, что ли. Как вы к этому относитесь? Что изменилось в вашей жизни? Я никак к этому не отношусь. Через меньше, чем через полгода надо будет подать какие-то отчеты в Минюст финансовые. До этого еще достаточно далеко. Скрывать мне, в общем, нечего, поскольку никто меня не финансирует. А то, что приходится в Фейсбуке подписываться иноагентом – это противно. Но, в общем, ко всему человек привыкает, что делать. Я стараюсь к этому как-то с юмором относиться. А что делать? Знаете, что еще о чем хотел поговорить? Вы все равно же сказали, да, я не могу залезть в голову к тем людям, которые там принимают решения или берут сейчас эти повестки и едут на войну в Украину. Но, тем не менее, эти люди слушали, я допускаю, слышали и ваши песни. Может быть, кто-то является и поклонником вашего творчества. Так или иначе, вы все равно как-то связаны, некая связь существует. Чем, извините, сейчас перебиваю, это печально. А называется это не надо строить в себе иллюзией. Не надо думать, что красота спасет мир. Ни черта она не спасет, к сожалению. Она в лучшем случае на какой-то отрезок времени, на момент контакта с этой красотой делает некоторых людей лучше. Но думать, что ты сейчас споешь песню, и мир перевернется, да не перевернется он, к сожалению. Он живет по своим законам, и эти законы далеко не всегда нас устраивают. А может быть, это такой очередной эволюционный виток для России, для ее истории? Ведь она всегда развивалась как-то через какие-то трагедии, потрясения, междоусобные войны. Каждый этап благополучия заканчивается какой-то революцией, переворотов. Затем большой спад, откат назад, и потом снова долгий путь к благам. Может быть, вот сейчас действительно современная Россия переживает некое перерождение, да, через кровь, через смерть, но после Путина настанет эпоха Возрождения. Вы верите в это? Ну, вообще говоря, ни с одной Россией такие вещи периодически происходят. Вообще с миром черти что творится последние годы, на мой взгляд. А что касается России, да, наверное, так, но что-то уж многовато. Что-то уж больно часто. Немножко надоело. Да, и не хотелось бы, чтобы это возрождение было за счет Украины и жизни наших людей. Это точно. А вы вообще верите, что когда-то украинцы и россияне смогут примириться? Конечно, это произойдет. Только это произойдет не завтра, не послезавтра. И не через год, а через 50, очень даже может быть, как-то произошло с Германией. Немцы все ненавидели. Что ж, будем ждать нашей победы. Очень много сейчас зависит в мире от победы на украинском фронте. Эти угрозы, страшные угрозы ядерного шантажа. Вы считаете, они реальны? Ну, вообще, судя по тому, что происходит, ничего невозможного уже не осталось. Я просто очень хочу, чтобы капля разума у тех людей, от которых это зависит, сохранилась. Я надеюсь, они понимают, что через 10 минут после того, как они что-нибудь запустят, прилетит по ним непосредственно. Может быть, это их остановит. А почему не останавливают Путина те, кто рядом? Те, кто наверняка... Я не рядом, послушайте. Я не рядом, я пытаюсь. Причем по-хорошему, по-всякому. Но, по-моему, он меня не слушает. Да. Но вас могут послушать люди, поклонники вашего творчества. Их миллионы, они в России. И, возможно, сейчас они принимают решение, что им делать. Им покорно идти в военкомат? Или что бы вы им предложили? Видите, какая штука? Те, кого вы называете поклонниками, они давно знают мою позицию. Мало того, я убежден, что большая их часть находится на такой же позиции. И мне их ни в чем убеждать не надо. Есть другие люди, которые не меня слушают, а каких-то других людей. Смотрят телевизор. Им кажется, что они имеют убеждение. И мне с ними разговаривать бесполезно. Это как со стенкой, вероятно. Но тем не менее, от ваших слов много зависит. Вы все равно чувствуете эту ответственность? Поэтому мы с вами сегодня и беседуем. Я вообще не очень люблю это занятие. Вы уж меня извините. Ну ничего, я очень вам благодарен за эту беседу. Просто, вы знаете, интересно, социологи это все подтверждают. Люди в России отказываются от федеральных каналов. Они выключают эту промывку мозгов. Наконец-то это уже случается. Но когда-то это должно начать происходить уже. Сколько можно, конечно. Да, и слава богу, люди ищут какую-то другую информацию. Они смотрят в том числе и наш канал. Огромная русскоязычная аудитория. И поэтому я сейчас говорю с вами о тех людях. Ведь они сейчас... У них какой выход? На самокате переезжать границу? Они стоят в пробках. Война коснулась их напрямую. Они тоже виноваты. Они сидели, думали, что их это не касается. Где-то там что-то, кто-то воюет непонятно. И это не придет в наш дом. А сейчас они вынуждены открыть законы и почитать, что в Европе им не рады, что упрощенный визовый режим отменен. Что теперь они на крючке у военкомата и могут их бросить на фронт. Мне кажется, им стоит предложить, ну, какой-то рецепт. Я не знаю, что-то... Чего мне надо предложить? Потому что каждому воздастся поверье его. А некоторые огребут поверье своей. Понимаете? В августе 91-го в Днепутче машина времени выступала на баррикадах перед защитниками российского Белодома, Дома правительства. Если сейчас начнется переворот, вы бы вышли на улицу с лозунгами или с песней? Я не умею рассуждать на тему «если бы да кабы». Я принимаю решение, вот, глядя на то, что происходит вокруг. А вокруг происходят, ну, очень серьезные вещи, и многие предрекают, что уже начался распад России в таком виде, как она есть сейчас, ее не будет в ближайшем будущем. Вы склонны так считать? Многие это предрекают, и предрекают уже давно. Тем не менее, идет мобилизация. С завода на оборонку работают три смены. Так что, вашими баустами да мед пить. Хочу спросить у вас, что вы думаете о Путине, как он сейчас? Ничего. Я о нем не думаю ничего, и уже давно. Но ведь он должен понимать, что все идет не по плану? Не знаю. Я не знаю, что у него в голове. Да, многие все чаще говорят, что это скорее, пускай врачи потом когда-то проанализируют. Очень возможно. Ну и все же, о себе, о творчестве, что все-таки вы пишете, о чем? Что в этих стихах? Вы когда-нибудь пробовали рассказать словами, что в этих стихах? О гидке я никогда не писал. А то, что я чувствую, да, я пишу и в последнее время просто вывешиваю. В фейсбук сразу. Так что, посмотрите несколько последних песен моих. Там висят. Обязательно посмотрим. Спасибо, Андрей, за время, которое вы уделили нашему телеканалу. Андрей Макаревич, народный артист России, лидер группы «Машина времени» был у нас в гостях. Спасибо.